здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала меня зовут юлиана откуда в жизни берутся черные полосы и как их перекрасить в другой цвет в сегодняшнем видео вы все узнаете можете ли вы назвать себя счастливым человеком или трудности и неприятности буквально преследует вас кажется что наступила черная полоса они успев отправиться от 1 выступаете на новую через это проходят абсолютно все люди жизни идиоты черные полосы неизбежно наступают снова и снова главное помнить что вы сами творите свою судьбу и только вы решаете какой длины будут эти полосы и как часто они будут встречаться не путаем ли мы черную полосу жизни с мелкой неудачей случается так что в жизни происходит какая-то мелкая неудача а человек видит в этом закономерность и начинает сам себя загонять тупик депрессивного состояния всему виной банальное переутомление прежде чем приходить к выводу о наступлении полосы неудач постарайтесь трезво оценить ситуацию возможно произошедшие вовсе не стоит переживаний чтобы не пропустить сигналы о надвигающейся череде неприятностей сегодня я вас ознакомлю с основными признаками того что черная полоса началась и пора ее прекращать и вот они затишье перед бурей как вы оказывает практика перед полосу невезения запускается период полного штиля события любого характера словно исчезают не происходит абсолютно ничего ни хорошего ни плохого новый день все больше напоминает предыдущие о покое больше напоминает опустошение второе сама внезапность после того как бдительность крепко засыпает а общее настроение начинает напоминать ровную полосу кардиограммы происходит неожиданный взрыв жизнь резко начинает подкидывать события как правило несущие неприятности на физическом и эмоциональном уровнях бенда не приходит одна вы снова повторяете печальную поговорку именно по той же причине что черная полоса затрагивает все сферы жизни работа здоровья личной жизни финансовое положение и так далее от нее ничего не способна ускользнуть если ваша жизнь сейчас идет по такому сценарию это видео для вас чтобы выйти из такого шаткого положения и справиться с проблемами нужно понять природу их возникновения что притягивает черную полосу период неудач не просто так называют черной полосой и земли здесь совсем ни при чем дело в том что человек тогда начинает притягивать негативные события когда в его ауре появляются пятна черного цвета или того хуже она себя приобретает темный цвет эти изменения спровоцированы энергетическим истощением просто так уровень энергии человека не снижается на это есть особые причины для того чтобы понять как залатать энергетические дыры и восполнить свою энергию нужно разобраться откуда вообще произошла утечка негатив в голове для 80 процентов людей уже давно не является секретом факт о том что вселенная подобно зеркалу отражает мысли человека постарайтесь честно признаться самому себе насколько часто вы раздражаетесь на окружающих насколько плохо думать о других испытываете ли чувство зависти или гнева чем больше низкочастотных мыслей гуляет вашей голове тем темнее становится аура и вот вы уже как магнит для неприятностей вселенная дает вам равно то что вы транслируете внутри себя если это про вас прекратить притягивать неудачи вы можете то постарайтесь как можно больше контролировать свои мысли даже если что-то случается попробуйте увидеть в этом что-то хорошее каждая проблема может быть воспринято как возможность выбора за вами перенастроить и свой мозг звучит конечно страшно но на деле все не так уж и сложно аффирмации медитации положительно влияют на нейронные связи в мозгу 21 веке это уже не имеет ничего общего с мистикой благоприятное воздействие этих методов проверены и обоснованы доказано что мозг человека фокусируется на том о чем думает его владелец и если вы перенаправите свое внимание на что-то хорошее то уже начнете видеть это во всем логово вампиров нет речь идет не о кайкастах представителей но все же вампирами можно назвать ваше окружение если оно является токсичным как бы это ни было странно но окружающие могут запросто всасывать энергию истончая тем самым вашу ауру если рядом с собой вы видите человека чьи слова эмоции буквально искрят негативом будьте уверены он уже влияет на вашу энергетику порой такое общество истощает человека гораздо сильнее чем его внутренние переживания проанализируйте кто вас окружают с кем вы часто проводите время и какие эмоции при этом испытываете не бойтесь закрывать свои двери на кону ваша счастливая жизнь если она дороже общение с вечно недовольным ворчливым или злым человеком смело отказывайтесь от такого контакта не бойтесь показываться невежливым или некоммуникабельным как только ваше внутреннее состояние сменится позитивным люди с такими же высокими вибрациями обязательно придут в вашу жизнь негативный якорь работа со своим сознанием некоторые из вас могут прийти к выводу что контролировать некоторые поступки и мысли просто невозможно это происходит в тех случаях когда подсознание есть закрепленные якоря не разрешающий человека быть счастливым распознать их самостоятельно очень трудно ведь все что записано на подкорке стирается из памяти защитной реакции мозга появляются запрещающие установки в основном в юном возрасте ведь детский мозг самый гибкий и восприимчивый одинокий родитель бедная семья или даже красавица соседка могут сами того не желая нанести человеку серьезную травму есть некоторые выражения и постарайтесь их вспомнить возможно когда-то вы их слышали в свой адрес и если они есть в вашем подсознании она обязательно поддаст знак первое тебе рано думать о любви второе да разве это проблема ты ничего не понимаешь ты не сможешь это сделать у нас нет на это денег не умеешь не берись нельзя тратить деньги на ерунду это и многие другие фразы большинстве своем произносится необдуманно но крепко оседают неокрепшей детской психики для того чтобы избавить себя от влияния таких установок выпишите их столбик затем напротив каждого из них запишите обратное утверждение например на это нет денег у меня есть деньги на то чего я хочу не умеешь не берись не умеешь научись пробовать новые это прекрасно это просто упражнением поможет сменить пагубные остановки на положительные а для того чтобы внедрить привычку всегда думать позитивно повторяйте новые установки как можно чаще энергетика дома дом это не просто место куда вы приезжаете принять душ поспать и переодеться дома человек отдыхает расслабляется и устанавливается после прожитого дня 21 веке для многих актуальна и работа удаленной и они проводят доме большую часть времени попробуйте объективно оценить помещение в котором вы находитесь присмотритесь насколько на светло и чисто и уютно любых вам грязь и разрушенные объекты от сколоты чашки до оборванных обоев отрицательно сказывается на энергетике в таком месте невозможно восстановиться к тому же существует риск оставите в нем последние капли сил если вы хотите изменить положение относитесь к дому со всей любовью по возможности часто делайте уборку проводите ревизию неиспользованных вещах купите приятные ароматизаторы чем чище и уютнее будет место в котором вы восстанавливаетесь тем эффектнее будет отдых кармическая отработка если какие-то неприятные события повторяются вашей жизни с некоторой периодичностью это может быть признаком того что вас пытаются чему-то научить если вы регулярно стоите перед трудным выбором или проживаете один и тот же сценарий в работе в личных отношениях не сомневайтесь вы отрабатываете карму для того чтобы остановить цикл повторяющихся событий проанализируйте чему именно вас учит эта ситуация и что вы делаете не так закон кармы работает так отработав свою ошибку или усвоив урок душа освобождается от преследования не нужно впадать депрессию опускать руки карма не наказывает а лишь помогает вам стать лучше и чище существует мнение что душа сама выбирает какие уроки на хочет пройти в этом воплощении и только потом происходит земное рождение поэтому не отчаивайтесь а проходите все испытания с достоинством и добрыми мыслями вскоре вы увидите что невзгод становится все меньше ну и напоследок сглаз или порча пожалуй самая неприятная причина черной полосы если возможны причины описанные ранее спровоцированы человеком самостоятельно то исправить ситуацию может сам случае спорчили сглазом все немного сложнее но безвыходных ситуаций не бывает о том как распознать симптомы порчи как избавиться и защититься от воздействия черной магии нужно говорить подробно сейчас мы коснемся темы лишь поверхностно знайте любое зло будет наказано если вы подозреваете что на вас воздействовали через черные ритуалы можно найти и специалистам а также продолжайте правильно мыслить и тогда и эффект от работы начнет утихать или вовсе сойдет на нет разобравшись в источнику всех бед вы наверняка уже понимаете все что происходит вокруг берет начало внутри вас для того чтобы быть счастливым и получить от жизни истинное удовольствие нужно первую очередь полюбить себя и свою жизнь относитесь к себе с заботой и трепетом как ребенку разрешите себе радоваться всему что с вами происходит откройте свое сердце для любви работайте над собой и своими мыслями и вскоре вы заметите что черные полосы перестали быть черными а приобрели новые яркие краски